Для защиты населения от паводка и его последствий на территории Тюменской области задействовано почти 1100 человек и более 250 единиц техники. Часть из них находится в Викловском районе, где продолжает действовать режим ЧС локального характера. Потопленных домов там нет, но население готово к приходу большой воды. Подробнее о ситуации в материале наших коллег. Вас предупреждали, что у нас результативная ситуация Викола. Да, не приносили бумажку. Вы дома остаетесь? Никуда не ездили? Ну, я написала, чтобы меня высяли. Куда я здесь? Наталья Чупина – коренная викуловчанка. Ей 84 года и грядущий паводок не первой в ее жизни. Хотя об эвакуации населения речь зашла впервые. Я только документы сложила, бумажки, больше ничего не надо мне. Курицу я складываю в мешок. Ничего, я уже ничего не боюсь. Я уже все прошла. В 41-м году вода доходила до самой горы. Большую воду в 41-м помнят и старожила улицы Ишимской. Она с момента основания граничит с берегом реки. Подъем уровня воды жители наблюдали периодически. Но исторический максимум остался в далеком прошлом. Вот до бани доходила еще. А в этом году обещают очень большую воду. Верите в то, что затопит? Ну, думаю, нет. Но на всякий случай готовы? Ну, есть у нас куда. Друзья есть. На всякий случай готовы и медики. Сейчас проводят вакцинацию населения против гепатита А. Мы готовы оказать профилактическую помощь уже и в момент самого подтопления, если не дай бог такое у нас случится. То есть у нас есть в достаточном количестве бактериофагии. Это сальмонеллезный и дизентерийный. Мы будем их раздавать всему населению с памятками о том, как ими пользоваться. Всего в зону возможного подтопления могут попасть три улицы. Работы на них кипят масштабные. Уже продлена и укреплена земляная насыпь по улице Луговая. Теперь она защищена по всему периметру. А на улице Ишимской соорудили стену длиной 850 метров. Все службы трудятся до темна. И с 7 часов утра уже снова на боевом посту. Сущный состав подразделений прибыл из 32-го отряда федеральной противопожарной службы. По количеству дней не определено, то есть до схода воды будем находиться на месте. Для тех векуловчан, кто решил эвакуировать свои вещи и мебель, организован склад. Имущество здесь будет храниться в течение всего периода паводка. Подготовлен и пункт временного проживания. Комнаты в общежитии местного техникума. Мест пока 47, но при необходимости их могут увеличить почти вдвое. Гульнара Успанова, Наталья Лаптева, Тюменское время.